здравствуйте друзья доброе утро последние пару дней очень много поступает писем говорят прокомментируйте что происходит с каким-то правилам вот которая администрация трампа хочет употребить чтобы отказывать в по въезде в страну и в гринкартах людям которые как бы вот подозрительны с точки зрения того что могут оказаться на вэлфере на каких-то общественных таскать программах вот что там происходит такое значит дело в том что идея о том что иммигрант это не касается политического убежища беженцев не касается но иммигрант не должен становиться обузой общества материальной эта идея как бы давно присутствует и не то чтобы кто-то спорил нет ну понятно что если человек приезжает он должен себя обеспечить вопрос в том как понять обуза он или не обуза ну вот чем это регулируется вот например сколько денег он получил или там в течение какого промежутка времени он получал эти деньги или программы там и так далее и вот в 1999 году вот почти 20 лет назад было такое правило как бы введено такое правило что нарушением является получение денежных сугубо денежных бенефитов вот вот буквально кеш да если ты получал например талонами на питание то это не нарушение если ты получал например субсидированными государственными страховками там для детишек там и так далее это не нарушение поэтому мы видим вот что в те или иные там времена с лучшей экономикой худшей экономикой там существенное большинство существенное большинство людей приезжавших по гринкарт лотереи например оказывалась и на всех этих программах там из медицины и спут стемпами и и с денежками тоже господи о чем речь там и легко там на вилфере и вот сейчас хотят поменять вот это правило изменения эти давно назревали и их по моему в марте первый раз за час на сентябрь это в марте сказали вот мы так хотим и после этого началась всякая критика и те изменения которые они сейчас вот опубликовали они более мягкие не такие жесткие как там например в изначальном плане считалось нарушением если человек воспользовался субсидированный медицинской страховкой обама кер вот вот той и тут тонкость еще в том что они может быть и не стали бы менять но дело в том что администрации не хочется нарываться они знают что если там будет какой-то перегиб уж такой явный то вмешаются судьи федеральные которые скажут что так не не пойдет то есть они может и так вмешаются но уж совсем как бы гарантированно на это нарываться не хотели видимо так и в мою моя спекуляция это не 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 знаю точно так мне кажется значит теперь что они сейчас сделали и то что они сделали скоро станет реальностью там есть период по месяца три когда они ну собирают разные там мнения из разных мест и могут что-то поменять могут что-то не поменять но в общем дальше она измененном или не в неизмененном виде вступит силу значит существенным является то что теперь не только денежные вливания но и эквиваленты до тоже считаются нарушением то есть вот темпы то есть медицина которая там бесплатно вот там еще по моему образовательные там программы и так далее но но я сейчас уже вот этого не помню точно так вот и еще критический момент состоит в том что иммиграционные вот эти вот офицеры которые решают пустить вас страну не пустить страну или там выдать вам потом уже впоследствии выдать вам грин карту или не выдать эти люди имеют возможность решать вашу судьбу на основании подозрений то есть не то что по факту вот вы по факту пользовались они как мы будем этот факт теперь интерпретировать мы можем посмотреть как долго ты пользовался там на какую сумму ты на пользовался да этот это отдельный разговор но теперь они могут вам отказать по подозрению то есть они смотрят вот они говорят допустим люди выиграли в лотерею green card там мама папа 6 детей вот скажем сегодня нет проблем через три месяца будет проблема потому что или вы скажем так может быть проблема мы теперь находимся но те кто получают визу и green card они теперь находятся как бы сказать в руках чиновничьего произвола вот как чиновник захочет так интерпретирует если у нас есть мама папа и 6 детей и не то что он там какой-то я не знаю там с большими деньгами едет и есть основания считать что он состояние их обеспечить ну так и мы не дадут ну и скажем так один офицер там иммиграционный может быть им даст а другой может быть не даст один консул разрешит другой консул не разрешит потому что он субъективно вот живой человек потому что он эту инструкцию может понимать более буквально или менее буквально вот так что поэтому живые люди и как бы установка общая состоит в том чтобы не пущать линия такая на не пущать поэтому вот такие изменения пишут что очень многие люди которые получают всякие пособия там они ну как бы считаешь на что если дают чего не взять там эти там еще тоже есть элементом там дают путь темпы ну так хочу не взять пустым то есть может он и без них бы обошелся но если дают и вот сейчас очень много людей в лос-анджелес таймс я тут читал ну там много латинос в южной калифорнии особенно вот пишет что сейчас очень многие латинос уходят с разных программ опасаясь что это помешает им потом получить green card то есть люди которые на пути или или что например они выведут из страны а потом их не пустят так вот тоже бывает поэтому такой вектор вот хотя этот вектор давно был и вот эта самая реформа изменения которому сейчас идет речь уже несколько месяцев в обороте это не то не то чтобы вот как как а мы и не знали мы знали о нем они собирались это сделать и никто не отменял там и так далее я вам больше скажу вот эта реформа но опять реформа изменения касающиеся права на работу которые хотят отнять у 100000 преимущественно из индии выходцев супругов тех кто на визе и чван бит почему из индии потому что у них долгий процесс получения green card и давайте поэтому аллах да привет я бы через 10 минут буду это просто чтобы ноутбук уже взяли внешний жесткий да хорошо тогда я буду ждать ладно давайте да так идея состоит в том чтобы забрать у них разрешение на работу а разрешение на работу им обама специально вот указал в 2015 году выделил потому что но по 10 лет люди ждут на каждую страну там своя очередь скажем для в россиян украинцы там никакой очереди не а там очередь и люди по 10 лет значит находится в таком положении нехорошим и вот вы пожалуйста 100 тысяч человек у них хотят забрать разрешение на работу и тоже это произойдет буквально до нового года это произойдет то есть еще раз вот на днях буквально они подтвердили что да мы опубликовали вот этот самый тоже в таком же порядке они опубликовали собирают там разные мнения но они подтвердили что они хотят до отменить то есть мнение там может они разные на собирают но они хотят отозвать у них право на работу убрать с рынка там 100 тысяч человек убрать с рынка 700 тысяч вот этих которые даковцы до которых как бы частично не то что легализовали но защитили от депортации дали право на работу убрать с рынка вот тех которые я рассказывал раньше в результате стихийных бедствий там в других странах было принято решение защитить их от депортации ну в те местах там по которым прошлось стихией тоже там их достаточно много в стране вот и этих обратно отправить этих обратно еще то есть отобрать разрешение на работу у тех людей которые не голосуют ну катер и голосуют не отнимешь конечно вот а остальных поднимать то есть это быть подстегивает инфляцию это подстегивает как бы приближение кризиса очередного и так далее но вот такие такие странные меры то есть они не странно они понятные но как бы для экономики и для нас для всех это не очень хорошо а так как бы для каких-то политических таких узких целей замечательно посмотрим значит осталось нам что тут осталось чуть больше месяца осталось до выборов и вот посмотрим как как отреагирует страна на это на все но пока что возвращаясь к тому с чего мы сегодня начали как повлияет вот это все значит повлияет так что кому-то не дадут грин карту кто ну скажем так пользовался я думаю что как вам сказать я думаю что отказать просто на основании того что человек там хоть раз там где-то по чуть-чуть там попользовался вряд ли до этого дойдет так мы мое понимание системы такое то есть она не является уж прям таким запретительным вот но они какую-то себе вот какую-то черту такую проведут и скажет ну хорошо но вот до этого там по мелочи уже ладно но если уж чек совсем так как бы обнаглел да то есть он сразу как но видно по нему что все что он хотел это вот это вот тогда может быть ну 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 еще раз посмотрим посмотрим поглядим чего-то спекулирует такая вот история еще напоследок есть косвенные признаки вот при прямым признаком того что лотерея будет разыгрываться начиная заявки будут приниматься начиная там с 3 октября прямого нет пока не будет сообщения на сайте лотереи а косвенные есть несколько уже есть косвенных о том что с 3 ноября это начнет октября это начнет осуществляться но мы пока ждем хотя я лично не не вижу никакой разницы с 3 с 5 или с 20 но тем не менее в общем поскольку многие интересуются вот заодно хочу сказать об этом тоже счастливо